Гомельские школьники представят Беларусь на Сусветной Олимпиаде роботов. Путелку Латинскую Америку под час республиканских отборов отримали пятиклассники Александр Углик и Павел Титов. Займаются хлопчики у гуртку робототехники под кераунистом педагога Натальи Томашенко. Наши корреспонденты встретились с юными программистами и доведились, как проходить подрыхтовка до отказного споборництва. За путевку в Коста-Рыка на Сусветную Олимпиаду по программированию змагалися больше 100 юных дарованьев. И первые в Беларуси молодшие категории национального этапа – юные гомельчане. Паша Цитов и Саша Углик отримали максимальную количество баллов. Причем на выполнение заданиям потребовалась одна минута-две секунды, задвиженных двух минут. Я не волновался, родители волновались. Здесь заключалось задание в том, что надо придумать робота, собрать его и запрограммировать. На эту Олимпиаду я еду первый раз. Я не волнуюсь, потому что уверен в своих силах. До речи и батька и мать Паша Цитова по профессии программисты. Миноветы яны два годы тому накировали хлопчика у гурток робототехники 51-й гимназии. За этот час Паша пройшел немало Олимпиад. Причем практически у каждой из их отримлево перемогу. Его коллега по гуртку Саша Углик не меньше талиновиты. Есть еще группа детей, которых не только на подходе, как Павел Титу, но и толковые. Я думаю, что мы должны создавать такие условия, чтобы действительно дети получали возможность. Для каждого из их зараз финишная промая. Олимпиада по программированию отбудется уже в середине листопада у Коста-Рыка. Тому хлопчикам приходится сумещать школьные уроки с усмотненными занятками по программированию. По кроме шмонгодзиных тренировок, у их дзенном раскладе оформление великой колькости документов для отримания визы. Каппасля, переодоливши долгий пералет празакиян, адаптацию до смены годзиных пояса у климату, показать добрый выник и мягчимо вернуться с перемогой. Ганна Ковалева, Ганна Кральчук, Игорь Марышченко. Телерадиокомпания «Гомель».